Держим курс на восток. Бобруйск посетила делегация из Монголии. Результатов, которые мы ожидали, мы достигли. Какие договоренности? Опрометчивый поступок. Местный житель сорвал флаг с магазина. Возбуждены уголовные дела за надругательство государственными символами. Сколько грозит? В Великий Октябрье белорусы готовятся отметить 7 ноября. Невзирая ни на что, на все трудности, невзирая на то, что люди может и не хватало куска хлеба. Но люди шли с удовольствием на этот праздник. Ждать ли открытий? А также перспективный проект, доступные кредиты и национальный колорит. В стране активно набирает обороты гастротуризм. Что предлагают гостям? Отечественное золото. Президент посетил белорусскую национальную биотехнологическую корпорацию. Предприятие работало в опытно-промышленном режиме. Поэтапно строить, производить и продавать. Таким было поручение главы государства. Теперь Александр Лукашенко дал старт полноценной работе. БНБК занимает почти две сотни гектаров в Пуховическом районе. Здесь построены зерносушилки для хранения полумиллиона тонн продукции, научный центр, заводы по производству комбикормов, премиксов и аминокислот. Получили прекраснейший подарок. Подарок, который мы сделали своими руками, своим умом. Белорусская национальная биотехнологическая корпорация, аналогов которой нет ни в Европе, ни на постсоветском пространстве. Мы об этом немало говорили. Вы очень хорошо знаете, как начинали строить этот объект, с чьей помощью мы построили это производство. Это свидетельство высочайших отношений двух государств. Белоруссии и Китайской народной республики. Президенту доложили, после того, как местные сельхозпредприятия передали БНБК, зарплаты работников выросли в два раза. Александр Лукашенко убежден, реализация таких проектов поднимает нашу республику на новый уровень. Также глава государства поручил разработать программу производства в Белоруссии полного комплекса витаминов. Всего четыре страны в мире владеют такими технологиями. Создание сопоставимо со строительством атомной станции и космическими программами. Решился на сомнительный подвиг после рюмки. Бобручанин сорвал флаг с магазина. Молодой человек под шофе прогуливался по городу и спонтанно решил снять госсимвол создания. Спустя несколько метров просто-напросто его выбросил. Еще несколько подобных случаев за последнее время зарегистрировано в столице и регионах. Напоминаем, подобное поведение относится к уголовно наказуемым деяниям. По всем фактам следователями возбуждены уголовные дела за надругательство над государственными символами. В каждом случае нарушители находились в состоянии алкогольного опьянения. Подозреваемым грозит до трех лет лишение свободы. Экологичное топливо, продуктовый список и выгодный займ. Беларусьбанк снижает процентные ставки на некоторые кредиты для физлиц, что станет доступней. Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. Более 530 предложений поступило в ходе общественного обсуждения законопроектов о ВНС и изменениях в избирательный кодекс. Они уже в обработке. Большинство касается участия гражданского общества в работе высшего органа народовластия и выдвижения делегатов. Идеи после доработки передадут в парламент и могут быть приняты в первом чтении до конца года. В Беларуси ежемесячно добывают более 18 миллионов кубометров нефтяного газа. Продукция из него дешевле бензиновых аналогов и безопаснее для окружающей среды. Производители экотоплива поддерживают водителей, которые решили позаботиться о природе. К слову, в сети автозаправок «Беларусьнефти» более 230 газовых колонок. Министерство антимонопольного регулирования и торговли установило перечень товаров, обязательных к наличию в магазинах. Это молочные, мясные, рыбные продукты, детское питание, кондитер, кабакалея, овощи. Отдельные списки для промтоваров, автомагазинов, АЗС, дискаунтеров, киосков и других объектов. «Беларусьбанк» снижает процентные ставки на некоторые кредиты для физлиц. Доступней станут займы на обучение, финансирование строительства недвижимости с использованием отечественных материалов, изделий и конструкций. Выгоднее будет покупка товаров белорусского производства, в том числе автомобилей. В республике активно развивается гастротуризм. В стране работают 446 объектов этого направления. Из них – 183 белорусской кухни. Разработано 75 кулинарных маршрутов. Проводятся дни культуры, дегустации, мастер-классы по приготовлению блюд. Появляются новые рестораны, сети общественного питания и агроусадьбы с национальным колоритом. День открытий. Беларусь готовится отметить 105-летие Октябрьской революции. В Бобруйске возложение цветов на площади Ленина намечено на 10 часов утра. В движении примут участие представители Коммунистической партии Беларуси, исполнительные власти, коллективы и общественность. Спустя полчаса в сквере на Минской состоится торжественное открытие аллеи трудовой славы. Наша страна, одна из немногих на постсоветском пространстве, сохранила традицию отмечать 7 ноября. Невзирая ни на что, на все трудности, невзирая на то, что люди, может, и не хватало, может, куска хлеба, но люди шли с удовольствием на этот праздник. Мы должны помнить и чтить ту историю, которая когда-то положила и привела к независимости нашего государства. Революция 1917-го стала одним из самых значительных событий 20 века и коренным образом повлияла на ход дальнейшей истории. Люди получили право на труд, образование и отдых. Белорусский народ обрел государственность, создал экономический и интеллектуальный потенциал, сберег и обогатил национальную культуру. Бобруйск посетила делегация из Восточной Азии. Гостей интересовалась сельхозхозяйственная техника и строительные материалы. Особый интерес к сфере услуг. Товарооборот Могилевской области с государством-партнером увеличился более чем шесть с половиной раз. Дипломатические отношения Беларуси-Монголия выстраивают вот уже 30 лет. О надежном и перспективном рынке Ольга Васенда. Делегация из Монголии впервые посещает фондок. Гости интересуются строительными материалами, фанерой, ДСП, а также конечным продуктом – мебелью. Особое внимание новой линейки, которая сделана на уровне знаменитых зарубежных аналогов. Иностранцы планируют построить в своем регионе деревообрабатывающий комбинат, поэтому перенимают опыт и обмениваются контактами. Я думаю, что они проявляют живой интерес к нашей продукции, что в конечном итоге может оказаться взаимовыгодным сотрудничеством. Мы рассказали, из чего производится мебель, какие материалы применяются в мебели, почему она экологически чистая. А вот для Бобруйской Громаша этот рынок не новый. В прошлом году предприятие отгрузило в Монголию более 250 единиц техники. В этом к ней же запчасти. Сельское хозяйство – важная отрасль в государстве Восточной Азии. В Аймаке, Булган – регионе, откуда приехали гости, в основном занимаются фермерством, скотоводством и земледелием. В планах – наращивать объемы поставок сиэлы, косилок и прицепов. Основной акцент был сделан на цюковом пресс-подборщике. В том году мы более 60 единиц этих машин поставили, и они на них работают, они хорошо с ними знакомы. Наша техника хорошо себя зарекомендовала и востребована на этом рынке. Тем временем на ТДИА в месяц выпускают продукции на 13 миллионов долларов. Высокое качество деталей, тракторов и коммунальной техники известно в более чем 50 странах мира, в том числе и Монголия. Иностранцы знакомятся с ассортиментом, губернатор региона оставляет запись в книге почетных гостей. В списке визита и 35-я школа имени Павла Батова. Гости смотрят оборудованные классы, просторный бассейн, современные гимнастические и спортивные залы. К слову, Бобруйск – не единственный город. В программе практически вся Могилевская область. Динамика в торгово-экономических связях между нашим регионом и Монголией положительна. С начала 2022-го экспорт – 2 миллиона 700 тысяч долларов. Это почти в пять с половиной раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Беларусь и Монголия имеют договоры сотрудничества не только в сфере сельского хозяйства. Мы хотим обучать своих специалистов Беларуси, и у нас уже здесь учатся три студента из нашего Аймака. И еще, конечно, мы будем отправлять сюда своих специалистов для повышения квалификации. Могилевская область сотрудничает с государством Восточной Азии и в сфере услуг. Внешняя торговля увеличилась более чем в шесть с половиной раз, если сравнивать с 2021. Кстати, в этом году исполнилось 30 лет с начала дипломатических отношений между Беларусью и Монголией. Как показывает практика, эта страна – надежный и перспективный рынок для экспорта. Жизнь на сцене. В театре драмы и комедии состоялась премьера «Фантасмагории». Постановка известного режиссера Дмитрия Нуянзина рассказывает о встрече двух женщин. Одна страдает от алкогольной зависимости, столкнулась с предательством и потеряла ребенка. Другая только начинает свой путь, верит в людей и добро. По мере развития событий зрители понимают, в этой квартире встретились будущее и прошлое. И ангелы, которые курируют встречу, пытаются их спасти. Я ставил несколько спектаклей в этом театре, поэтому артистов хорошо знаю. И мне всегда приятно приезжать и смотреть, каковы результаты. Хорошая атмосфера творческая. В театре хорошие артисты. В театре замечательный директор, в театре просто изумительный. Она очень хороший организатор. Увидеть постановку вновь можно в субботу в 18.00. Бабаруиск, между тем, готовится принять фестиваль национальной драматургии. Пройдет он с 11 по 16 ноября. В списке 11 участников. Подробное расписание можно найти на сайте театра. Билеты в продаже. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok